Слава Богу! И на международном христианском межконфессиональном телевидении, таком межконфессиональном движении 21-го столетия, дорогие друзья, тема моя, тема этой третьей программы, как и первых двух программ, это реформация православной церкви и христианства в целом, вчера, сегодня и завтра. Дорогие друзья, как православный обновленческий священнослужитель, как архиепископ украинской реформаторской православной церкви, я много говорю о реформации православной церкви, конечно же, в первую очередь, и вообще реформации мирового христианства, всего мирового христианства. Не только православие как деноминация, как конфессия, не только говорю о реформах в нашей юрисдикции, в частности, но и вообще в мировом христианстве. Слава Богу! И сегодня я хотел бы, конечно, продолжая тему, говорить о том, что было вчера в реформации, сегодня есть в реформации, и что будет завтра, что должно совершиться завтра. Потому как Господь наш грядет, и время коротко. Мы не знаем, сколько Господь даст еще жизни на нашей земле, но мы знаем, что одно из писаний, что Господь близок, что Господь скоро вернется, и Он придет судить живых и мертвых. И его царству не будет конца, и нет конца, как мы исповедуем в символе веры уже почти два тысячелетия. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, я надеюсь, сейчас меня слышат также в этой прямой трансляции наши священнослужители, священнослужители нашей епархии. И хотелось бы, чтобы больше людей подключалось и православных, и представителей других конфессий, других деноминаций, потому как само это телевидение в интернете здесь, интернет-телевидение, оно межконфессиональное, межцерковное. Слава Богу, это удивительно, конечно. Возлюбленные братья, сестры, о нашей церкви, если немного сказать, также пару слов, именно о реформаторской православной церкви, о современном православном обновленчестве, если говорить, то, конечно, наверное, даже вам будет проще, дорогие зрители, именно зайти на наш сайт, на сайт Украинской реформаторской православной церкви, alivechurch.info, живаяцерковь.info, и посмотреть, прочесть тезисы православной реформации. Прямо вверху есть такая рубрика у нас, она так называется, тезисы православной реформации. И в этих тезисах, в ста тезисах собора 2008 года, очень подробно говорится о реформации сегодняшней, немного говорится о реформации прошлых столетий, о том, что было до нас, о том, с чьих рук мы переняли эстафету веры, а также говорится о том, что происходит сейчас, и о том, что будет завтра, о том, что должна совершить, какой путь должна проделать православная церковь в целом, не только наша юрисдикция, но и в целом вселенская, как мы часто любим говорить о православии, и как вселенское православие должно пройти путем обновления реформации в Святом Духе. И, конечно же, там немного говорится о реформации и вообще в целом христианстве, мирового христианства. Дорогие друзья, дорогие братья, сестры, очень хотелось бы также сегодня, этим субботним вечером, приветствую всех вас, сказать, что Господь, Он любит нас, Он дал нам жизнь, Он дал нам все, и наша великая привилегия, великая честь прославить Его в своих судьбах, в своей жизни, потому что все пройдет, и с этой земли мы ничего не сможем взять, но бессмертные души, за которых пролил свою кровь Иисус Христос, которые переживают сейчас спасение через проповедь евангельскую, это бессмертное достояние наше на небесах. Очень хотелось бы увидеть как можно больше людей, спасенных на нашей земле сейчас, здесь, идущих в небеса, и на небесах хочется увидеть как можно больше наших соотечественников, как можно больше наших современников, спасенных Евангелием Иисуса Христа, спасенных Богом. Дорогие друзья, и я в прошлой программе, второй программе, и немного даже и в первой программе упоминал, и сегодня в этой третьей программе уже я хочу продолжить говорить о восстановлении некоторых библейских учений в церкви, православной в частности. Если вы не православный христианин, то я думаю, это вам все равно будет очень важно и важно будет услышать, потому как многие темы, о которых я сегодня буду говорить, они, конечно, касаются в первую очередь православия, наверное, да, конечно же, да, православной церкви в целом, они так или иначе касаются христиан в целом, не только православной динаминации, потому что многие наши христианские болезни, такие религиозные проблемы, они так или иначе, знаете ли, имеют такое вселенское распространение. В теле Христа сегодня бродят очень много заболеваний, духовных недугов определенных, и, в общем-то, должны мы все пройти определенную такую духовную небесную терапию. Иисус Христос, Он хочет, как пишет апостол Павел в постальнике христианам, чтобы церковь Его была не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но была святой и непорочной. Слава Богу! И Господь, также устами помазанника своего, апостола Павла, говорит, что Господь хочет, чтобы церковь Его омылась в бане водную посредством Слова. Именно как для физического тела нашего есть вода, так для тела Иисуса Христа, для церкви в целом, церкви христианской, есть Слово Божье. Слово от Господа есть для церкви Иисуса Христа, то бишь, для вселенского христианства вообще, и для каждого верующего в отдельности, для каждого христианина в отдельности, есть именно, действительно, вот эта живая вода, которой мы омываемся. Слава Богу! Дорогие друзья, братья и сестры, реформация каждого из нас в отдельности и реформация наших поместных церквей, реформация мирового всего христианства, именно, наверное, в этом и заключается, в омовении этой живой водой, Словом Божьим, возвращение к Писанию, возвращение к авторитету самого Господа Бога, всемогущего. Многие, конечно, вопросы реформации православной церкви, они не так, конечно же, актуальны для протестантских динаминаций, протестантских церквей, допустим, вопрос о многобожии, вопрос о идолопоклонстве, хотя, как сказать, Библия говорит всем нам убегать от идолослужения, идолопоклонства, и очень многие вопросы реформации, они так или иначе касаются всех христиан, независимо от динаминации, независимо от конфессии. Есть проблемы такие, общих христианские проблемы. И нам надо не судить друг друга судом, знаете ли, человеческим таким, но именно всем вместе, христианам, пред Богом, знаете ли, иметь страх такой Божий, потому что мы все придем на суд, чтобы получить соответственно тому, что мы делали живя в теле, доброе или худое. И всем нам должно явиться предсудилище Христово написано. И я думаю, что мы должны не судить, как я говорил, а мы должны помогать друг другу, помогать. И вместе, помогая друг другу, мы действительно решим вместе очень много вопросов. Извиняюсь. Так вот, дорогие друзья, если, допустим, мы православно не будем судить баптистов или харизматов, или адвентистов, или католиков, а будем молиться за них, будем благоставлять, будем всячески стараться именно помочь нашим братьям, тем же самым баптистским братьям, другим братьям других динаминаций, будем помогать им в их, как бы, духовном таком становлении, в их реформации, то я думаю, что Бог очень сильно нас благоставит самих так же, как православных христиан. И если, допустим, наши баптистские братья, или католические, или адвентистские, или пейсятнижские, или харизматические, еще какие-то лютеранские, кальвинистские, там много очень названий в христианстве, всех не перечесть, даже в течение одной программы целой, часовой. Знаете ли, если они будут молиться за нас православных, то я думаю, что Бог их очень сильно благоставит, очень сильно. Потому как страдает ли один член, все тело страдает. Если проставляется член один, то все тело проставляется. И если сегодня проблемы в каких-то отдельно взятых деноминациях, то это не проблема только лишь отдельно взятой какой-то отдельной деноминации, или конфессии, или поместной церкви. Но это проблема в теле Господнем, проблема церкви Иисуса Христа. Я думаю, что служители вот этого последнего времени, служители нашего времени, времени самой великой в истории христианства и реформации, должны на самом деле засучив рукава вместе поработать на Ниве Божьей и не толкать друг друга, но действительно помогать. Каждый помогает ближнему своему и говорит товарищу своему, крепись, как говорит пророк Исаия. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, говоря о реформации, то, что было вчера, то, что есть сегодня, то, что будет завтра, я хотел бы об очень многом поговорить с вами, друзья мои, но, знаете ли, к сожалению, я не могу часто выходить сам в сеть, в интернет, значит, хотя я вижу, что в этом большое благословение, большое преимущество можно иметь, значит, на самом деле обращение к очень разным людям, к очень такой широкой аудитории, большой аудитории. Но, знаете ли же, друзья мои, значит, я думаю, что многие наши служители, священники наши, священнослужители нашей церкви будут иметь возможность выходить в сеть таким образом и продолжать эту очень, на мой взгляд, важную тему. И, если говорить о реформации православной церкви, то, вот, вчера, те из вас, извиняюсь, вчера говорю, те из вас, что в прошлой программе во второй программе посвященной этой теме подключались, те обратили внимание, что в конце программы я говорил о таких очень важных, знаете ли, темах реформации, то, от чего церковь православная сегодня должна освободиться. И я свидетельствовал также немного о себе самом, я рассказывал о своем личном таком духовном поиске, как священнослужитель, не просто священнослужитель, реформаторской православной церкви, не просто обновленец православной, но и как бывший традиционалист. У меня есть что рассказать, у меня есть чем поделиться, потому что я не всегда был обновленческим таким священником, я не был всегда таким реформатором, знаете ли, архиепископом, я был простым сельским священником русской православной церкви, московского патриархата, и, в общем-то, в начале девяностых я не предполагал даже, что однажды вот таким образом я буду служить Богу как реформатор, как обновленец. Да, честно говоря, в то время, допустим, в 88-м году, когда начал свое служение в русской православной церкви, я руководил хором тогда, читал, пел на клиросе, помогал священнику как дичок, и, знаете ли, потом, как панамарь, значит, и певчий, чтец, и, значит, в 91-м году я сам стал священником уже, это было уже в Рязани, как чтец я поработал в Орловской, тогда Орловской, Брянской епархии, значит, ныне Орловской, Ливенской, и, значит, Московской епархии, а уже как священник я потрудился, значит, в Рязани, ну, в фигляшней Рязанской епархии, и немного в Брянской епархии, в Брянской области, Брянско-Севской, как она называлась тогда уже, и, знаете, друзья мои, тогда вот, в 80-е годы и начало 90-х я не предполагал, даже не задумывался, что моей церкви нужна реформация, я не думал, что моей деноминации нужна реформа, честно говоря, я был далек от этих мыслей, даже думал, как и тысячи моих коллег, что православная церковь, она не имеет нужды в реформации, я как-то верил такой неправильной, как я сейчас понимаю, конечно, верой, что церковь, она безгрешна сама по себе, что церковь, она не может делать ошибок, и, в общем-то, хотя мы грешники, я так полагал, но церковь, как институт, как церковь, как именно богочеловеческий организм, такой церковь, не способна заблуждаться, церковь просто-напросто не может заблуждаться, церковь всегда права, но даже тогда, когда, например, в Московской, тогдашней духовной семинарии, в Загорске, или в Ленинградской духовной семинарии, где я тоже бывал иногда на лекциях, так вот, я и сталкивался порой с некоторыми такими не очень приятными фактами из истории церкви, сталкивался с фактами, допустим, преследования инакомыслящих, сожжения еретиков на кострах, а ведь мы православные палили на кострах не меньше, чем наши западноевропейские коллеги, в общем-то, значит, и чего греха таить, как бы, значит, церковь православная, ну, по локоть в крови, знаете ли, но, но даже тогда, я помню, даже когда узнавал такие факты, читал о них, потом, слышал на лекциях, в Ленинграде пару раз как раз на лекциях по истории христианства я слышал такие факты тогда, в 88-м году, в 89-м мне запомнилась одна из лекций как раз в московской духовной семинаре, тогда, значит, когда говорилось о старобляческом расколе немного, и это было потрясающим, знаете ли, для меня откровением, что мы, как православные, священнослужители, виновны, на самом деле, во многих таких преступлениях, но я все равно упрямо продолжал верить вот в эту неправильную веру свою, я упрямо продолжал верить в то, что церковь не может заблуждаться, церковь безгрешна, как бы, церковь, как бы, безошибочна, и потом, конечно, уже, особенно, когда я сам стал священником в 91-м году и стал служить на приходах православной русской церкви, московского патриархата, был настоятелем храмов, то, знаете ли, было время задуматься, было время поразмышлять, было время взвесить очень многое в своей жизни. Я продолжал заниматься самообразованием, конечно, много читал, интересовался историей церкви, я всегда любил историю, но, когда читал об истории церкви, православной русской церкви, то, порой, сжимало сердце, и, знаете ли, не все так хорошо было в истории, как мне порой казалось раньше, не все так было гладко, и, знаете, особенно, как читал я о гонениях на тех же самых староверов, старобрядцев, когда тысячи и тысячи людей были сожжены на кострах, были перепилены, были раздавлены камнями, были удушены в тогдашних православных душегубках инквизиторских знателя, камерах, пыточных погибли, и были обезглавлены, расчленены, когда возле епархиальных управлений вывешивали из головы обезглавленных этих старобрядцев, вся вина лишь в том, была этих православных христиан, что они не разделяли идеи до конца, вот эти идеи цезарепопийские знателя тогдашних государственных деятелей и религиозных деятелей, два перста или три перста, двое перстя, трое перстя, какая разница, знаете, конечно, это очень было ужасным для меня таким откровением, что церковь виновна в большой крови, да даже не то, чтобы старобряться, конечно, со староверами, наверное, самая кровавая страница в истории нашей церкви, об этом можно говорить много очень, и надо говорить, надо, я думаю, в следующих программах я к этому буду возвращаться, но мне хотелось бы дальше пойти сейчас, но в дальнейшем я планирую из истории христианства многие факты эти поднимать, тем более, что так по жизни приходится часто пересекаться со старобрядцами, со староверами, значит, но и в целом вся история наша, вся история христианства, православного, в частности, христианства, это история, как правило, несправедливости, насилия, из многих очень таких, ну, кровавых таких эпизодов, и это прискорбно, я размышлял тогда, в 96-м году, думаю, что же было в нашей истории, как к этому отнестись мне, даже само крещение Руси, по совести, это говоря, оно же не было, ну, христианским крещением, знаете ли, христовым крещением, положа руку на сердце, никто из священнослужителей русской православной церкви, или украинской православной церкви, неважно, православной церкви на Руси, скажу так, в целом, объединяя все, значит, не может сказать, что это было хорошим действием, таким, знаете ли, положительным таким событием, христианским действием, потому что, на самом деле, огнем и мечом насаждалось христианство у нас, и не только в нашей стране, вообще-то, конечно, мы не уникальны в этом, к сожалению, мы не уникальны, и многие другие, как бы, эпизоды можно приводить, их очень много, тот же самый Хлодвиг, великий, который, жена его Клотильда, в Западной Европе, крещение Хлодвига, и начало крещения племен, языческих, варварских племен в Западной Европе, это тоже было по большей части именно насильственным таким событием, знаете ли, это не было добровольным, это не было, следствием проповеди Евангелия, и у нас также, к сожалению, с огня и меча все началось, а не с Евангелия Иисуса Христа, и великий русский писатель Николай Весков, он говорил такие слова, что Русь благодкрещена, но не просвещена, крещена, но не просвещена, и о самом крестителе, князе Владимире, Николай Весков говорил такие слова, что он принял христианство, но не принял Христа, и это, конечно, прискорбно, что, вот, да, он сказал, принял христианство, но не Христа, это прискорбно, что, на самом деле, что христианство без Христа, оно стало не просто вот проблемой того 10-го столетия, там, или 11-го столетия, следующего, или каких-то, или до монгольского периода, или, там, какого-то, определенного периода истории церкви, к сожалению, христианство без Христа, говоря словами Николая Вескова, оно стало очень характерным для вообще и более позднего времени, и даже и нашего времени, чего греха таить, я думаю, что это многие прекрасно понимают, многие из вас, дорогие зрители, прекрасно понимают то, что, о чем я говорю, хочу привести пример, допустим, по опросам общественного мнения в Москве, в Москве, в Петербурге, в некоторых других городах, большинство опрошенных назвало себя правоставными христианами, и большинство правоставных назвали себя атеистами, подавляющее большинство правоставных христиан по опросам общественного мнения назвало себя атеистами, неверующими в Бога, в личностного Бога, очень небольшой процент говорил о какой-то более или менее сознательной вере, и лишь совсем ничтожный процент, один, там, два процента опрошенных правоставных христиан себя, ну, причислили к таким религиозным, правоставным, к тем, которые, там, приходят в храм хотя бы раз в год, но причащаются, там, значит, исповедуются, то есть, как-то более или менее соответствуют правоставному, такому, как бы, ну, религиозному, такому сознанию. Вот, я хочу вспомнить того же самого президента Лукашенко, я люблю Белоруссию и благоставляю Белоруссию, бываю там, и одна из наших церквей находится в Белоруссии, но, к сожалению, этот человек президент страны, а Белоруссия независимая страна, одна из стран бывшего безбожного Советского Союза, так вот, белорусский президент господин Лукашенко, или товарищ Лукашенко, не знаю, как его назвать правильно, он, значит, сказал такие слова, что он атеист, но он православный, представляете, это, я думаю, многие из вас слышали, это его интервью, это его обращение, что он атеист, но, он подчеркнул, но я православный, это ужасно, конечно, и, представьте, это президент страны, один из президентов страны, так не говорят другие, я не слышал, по крайней мере, что бы там, господин Путин, или там, или, значит, Янукович, или кто-то еще, допустим, из президентов, вот, стран бывшего безбожного союза, себя назвал бы атеистом, православным, я не помню, может, и говорил кто-то, но я не помню это, честно говоря, а Лукашенко-то много писали, и я слышал это интервью его, но, по крайней мере, другие лидеры политические, хотя даже и не говорят таких вещей, но, по сути, своими поступками показывают, в принципе, то же самое, вот, как бы, и это прискорбно, но и люди сегодня, не только высокопоставленные, особо такие, знаете ли, мы молимся за наших президентов, молимся за наших лидеров, молимся за политиков, чтобы Господь благоставил их, чтобы их просветил их словом своим, чтобы они были спасенными, чтобы царствовали, управляли на радость нам, на самом деле, чтобы жизнь наша была безмятежной, в чистоте, слава Богу за все это, конечно, но прискорбно, что люди, облеченные властью большой, взявшие образы правления в народах наших, знаете ли, не знают Бога, и чаще всего называют себя или же поступками показывают себя, или же даже словами, как в случае с господином Лукашенко, называют себя атеистами, православными атеистами, это ужасно, конечно, и это не проблема сегодняшнего дня, я хочу еще раз это снова и снова подчеркнуть, это не проблема сегодняшнего лишь дня, это не проблема лишь вот нашего времени, там постсоветского времени, там некоторые православные христиане, Они и в письмах своих ко мне, и в личных беседах говорили и говорят, что вот, мол, знаете ли, сегодня такое, да, у нас нездоровое общество, но все-таки раньше, вот до революции, как-то все было хорошо, все было лучше намного, вот, и все-таки люди были набожные, религиозные. Но я вынужден разочаровать господ тех, кто верит в некое такое, знаете ли, идеальное общество христианское, религиозное, православное, дореволюционное. Дело в том, что тогда безбожная такая система пряталась, камуфлировалась очень удачно за ширмой религиозного православия. И я снова, опять-таки, для вас, дорогие телезрители, дорогие интернет-телевидение, я, значит, скажу, что, опять слова Лескова вспомню, что Русь была крещена, но не просвещена. То есть не было евангельского просвещения, а вместо этого пришло насильственное крещение, насильственная христианизация населения, такими, знаете ли, большевистскими методами, да и не большевистскими, это неправильно сказано, потому что, по сути, большевики учились у нас, у религиозных деятелей. Вот. И христианство без Христа, опять-таки, словами Николая Лескова скажу, это очень характерно, не только, конечно, для Руси, но для Руси в частности, очень характерно. И я помню, как было общение корейских, южнокорейских пастырей в Москве с славянскими пастырями, с русскими пастырями, украинскими пастырями и священнослужителями разных христианских церквей. И один из корейских пастырей сказал такие слова, братья, скажите мне, почему, говорит, у нас в Корее на протяжении последних вот 50 лет христианство сделало больше, чем у вас за тысячу лет. В чем дело? Расскажите, как вот вы видите все это? И знаете, и один из священнослужителей пожилых сказал такие слова тогда, как говорится, не в бровь, а в глаз сказал, что друг, говорит, или братья там сказал, не помню, так что. Что, к сожалению, к нам христианство пришло не такое, какое к вам пришло. К нам христианство пришло с костром, с мечом, с насилием, знаете ли, к вам пришло оно христианство с Евангелием в руках, с Иисусом Христом в центре внимания. И, конечно же, христианство христоцентричное, христианство с Христом в центре внимания, с Христом Голговским, знаете ли, с Библией, с Святым Божьим Словом, оно преобразило нацию. Ну, не всю нацию тогда корейскую, но южную часть Кореи, по крайней мере, очень сильно преобразило. Сегодня в Северной Корее мы видим просто-напросто большой дурдом. Это террористическая страна, которая, в общем-то, представляет одну из самых больших проблем на нашей планете. Там коммунизм, там до сих пор насилие над личностью, там до сих пор просто-напросто нет свободы совести, до сих пор в этой стране, Северной Кореи, христиан убивают за веру в Иисуса Христа. И это все в наши дни происходит, знаете ли, средневековье такое определенное. Мы видим на примере маленького этого корейского народа, вот что может делать идеология, что может делать как бы вера, правильная и неправильная. Вера коммунизма, да, атеизм или же по-русски безбожие, изуродовала душу северных корейцев. Этот народ, он был одним народом, но потом, после Второй мировой, так получилось, Советский Союз безбожный просто-напросто взял себе под свой контроль северную часть Кореи. И, конечно же, по своему образу и подобию создал такого монстра, знаете ли, такого мини-мы, такого уродца, мутанта, знаете ли, тот же самый Советский Союз, такой же большой дурдом, только в маленьких масштабах. И, конечно, то, что совершил тогда Советский Союз, это страшное преступление. Слава Богу, Советского Союза уже нет уже. Но, знаете ли, его детище там, в Корее, оно до сих пор еще живо. Это страшно, конечно. Это грех наш. Грех, значит, и нам нужно каяться, и молиться, и как-то принимать какие-то меры для исправления этих страшных ошибок, исторических ошибок. И ужасно, что сегодня Северная Корея представляет, я еще повторю, это большую угрозу планетарного масштаба. И, дорогие друзья, вот, а что было с Южной Кореей? Я думаю, многие из вас это знают, эту историю. История не такая уж и древняя история. История 20-го столетия. Южная Корея после Второй мировой войны оказалась в зоне свободного мира. Именно американские войска контролируют там ситуацию, защитили там демократию, свободу. И американские миссионеры пришли в эту полуфеодальную, полудикую страну, в этот народ отсталый и феодальный народ, корейский и тогдашний народ, пришли с Евангелем Иисуса Христа. Пришли с Библией в руках, пришли и указали людям на Иисуса Христа. И что произошло, друзья мои? Чего-то произошло. Народ полудикий, полуголодный, народ преобразился. Сегодня это одна из самых развитых стран мира, Южная Корея. В отличие от коммунистической, северной, голой и босой, и с красными флагами страны. Фашизм, как и коммунизм и прочие многие измы, они лишь уродуют душу народов, но христианство преображает народы. И там, в Южной Корее, я снова повторю, именно Евангелие, христианство само пришло уже евангельское, христианство пришло с Библии в руках. И христианство это преобразило народ, Южно-Корейский народ. Слава Богу! Сегодня там даже президент страны, пастор христианской церкви, служитель христианской церкви. Это, ну, на самом деле, великое чудо, считаю. И сегодня, наверное, после Америки, ну, именно Южная Корея, вторая по значимости, именно в деле такого мирового евангелизма, мировой евангелизации. Это, ну, большое чудо нашего времени, слава Богу. Так вот, дорогие друзья, но нам не так повезло, как южнокорейцам. К нам пришли миссионеры, можно так назвать их, с Византии. Пришло христианство византийское, христианство уже не библейское, христианство обезображенное именно оккультизмом, греческим, римским, восточным и западным. И христианство многобожное, идолопоклоническое, оккультное, антисемитское. Христианство, указывающее не на Иисуса Христа, а на мертвую традицию. Это христианство, указывающее на Богородицу, на других умерших святых и ангелов. И это христианство, оно стало такой страшной исторической пародией на Церковь Иисуса Христа. И нам сегодня, христианам 21 столетия, приходится расхлебывать эту страшную кашу, которую заварили наши предшественники. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, говоря об истории христианства, приводя пример, я хочу сказать об истории реформации в Православной Церкви. В следующих программах я намереваюсь проложить тему истории реформации Православной Церкви. И буду говорить о многих деятелях Православной Церкви, священнослужителях. В частности, хотелось бы отдельную программу, даже может не одну, посвятить такой удивительной личности, как патриарх Кирилл Лукарис, вселенский патриарх, который через столе после Лютера поднял знамя Великой Реформации на Православном Востоке. Слава Богу! И, дорогие друзья, конечно, сегодня можно вспомнить также обновленцев 20-х годов, можно вспомнить всех тех, кто, будем так говорить, ложил дорогу, таранил дорогу реформации Православия. И хотелось бы также молиться о том, чтобы Господь Иисус Христос, чтобы наш Небесный Отец, чтобы Дух Святой, чтобы наш Бог, Он выслал своих делателей на Великую Жатву в последнем времени, чтобы как можно больше людей вышло на великое служение Богу на нашей земле. Слава Богу! И также скажу, что в реформации Церкви Православной несколько очень важных моментов. Я повторю из того, что я говорил в предыдущих программах двух. Во-первых, освобождение от многобожия, потому как христианство, которое указывает не на Иисуса Христа, как на единственного и неповторимого Спасителя, как на единственного и неповторимого Господа Бога, как на единственного и неповторимого посредника, ходатай Нового Завета. Такое христианство, оно обречено на неудачу. Вот почему, я считаю, корень всех проблем наших православных в разных деноминациях по-разному. И если вы не православный христианин, то, конечно, возможно, что в вашей Церкви обстоят по-другому дела. Да, и Боже, конечно, но для нас православных, наверное, самое важное сегодня – это вернуться к нашей первой любви, к личности Иисуса Христа, как неповторимого Спасителя, как Целителя, как Господа, как Освободителя. И моя мечта вообще, очень большая мечта, конечно, я тружусь для осуществления этой мечты, чтобы миллионы православных христиан отвергли ложь прежних столетий. Знаете ли, чтобы миллионы православных христиан, сегодня обманутых многовековой такой религиозной ложной пропагандой, оставили эту ложь, чтобы миллионы православных христиан сегодня молились не Богородице, не к каким-то другим умершим святым или к ангелам, но чтобы молились и призывали имя Господа Иисуса Христа. А почему? Потому что и сегодня, в наши дни, в 21-м столетии, так же, как и 2000-летие назад, ни в ком ином нет спасения, ибо нет другого имени под небом данного человека, которому надлежало бы нам спастись. По-прежнему только в Иисусе Христе наше спасение, только Иисус Христос является Господом, нашим Богом и Спасителем. И только Он, Иисус Христос, способен поднять из мертвых нашу деноминацию в целом. Православие сегодня нуждается в больших переменах, в большой реформации, и наша надежда только на Иисуса Христа. Ни в ком другом нет реформации, ни в ком другом нет обновления нашего, только в нашем Господе. И, конечно, для большинства протестантских церквей это вообще как бы и не проблема. Я много общаюсь в последние годы, много общаюсь с разными протестантскими церквями. Баптисты, пейсяльники, харизмат, адвентисты, очень разные христиане, лютеране, кальвинисты, англикане. И общаюсь с разными методисты, общаюсь с разными протестантскими церквями. И, конечно, я говорю порой братьям нашим протестантам, особенно служителям протестантской церкви, я говорю, нам бы ваши проблемы, потому что у вас тоже куча проблем всевозможных, но вот то, что это многобожие, знаете ли, это буквально в печенках сидит. И, конечно, очень хорошо, что я бываю в протестантских церквях, очень часто это подчеркиваю, кстати, проповедуя в разных динаминациях, я подчеркиваю протестантам, говорю, что это очень хорошо, что вас не надо мне, допустим, как-то так переучивать в этом отношении, не надо мне вас, на самом деле, как бы побуждать, что ли, молиться только лишь Господу. Люди, приходя в протестантские церкви, каясь, принимая Иисуса Христа как Спасителя Господа Своего, они уже как бы так сразу и научены, по большому счету, сразу и научены молиться только лишь Богу. И протестантам даже и в умник порой не приходят молиться кому-то еще, кроме Господа Бога Всебогущего. И слава Богу, слава Богу, друзья, если ты протестант, если ты молишься только лишь Богу, просто поблагодари Бога за это, поблагодари Бога за то, что у тебя сегодня свободная, чистая совесть, занятая только лишь Господом Богом, что кровь Иисуса Христа тебя обмывает от всякого греха. Но если ты православный христианин, и ты научен был в своем храме молиться и Богородице, и другим умершим святым, то сегодня я просто умоляю тебя, оставь это, оставь и молись только лишь Господу Богу, молись только лишь Иисусу Христу, призывай только лишь Его святое имя. Я тоже молился когда-то и Богородице, и святым, и что, спасало ли это мою душу? Нисколечки не спасало. Хотя я понимал, думал так, что спасает, где-то как-то спасет однажды, но по большому счету это было лишь таким, знаете ли, опиумом религиозным, это было, знаете ли, религиозным заблуждением, дезориентацией. И, конечно, с прискорбием говорю, что в моем храме, где я был настоятелем, эта книга была одна из самых таких популярных, она называлась «Какому святому в какой нужде молиться?» И на входе в моем храме было, как и в других, тысяча других храмах по всей Руси Матушки, были такие стенгазеты, был стенд, где было обозначено, какому святому молиться в какой нужде надо. Допустим, если проблема со здоровьем, с глазами, или с головой, или с ногами, или в семье, или в бизнесе, и против каждой проблемы, против каждой нужды было обозначено имя святого, да ни одного, порой два, три, десятки порой святых были обозначены, иконы различные, которыми я тоже молился сам, и не только сам это делал, но я и призывал к этому других трудящихся. И, конечно, сегодня я не ломаю голову над вопросом, к какому святому молиться мне в какой нужде, сегодня я знаю точно, наверняка, что лишь один Господь Иисус Христос, Он Спаситель мой. И мне даже как-то странно порой сейчас представить, что когда-то, еще некоторые годы тому назад, в моей жизни было все по-другому. И я не сужу вас, я прекрасно понимаю, что если вы научены были в своем храме, допустим, в своей семье, может быть, были научены своей бабушкой, дедушкой, своим священником молиться Богородицей и другим умершим святым, то переучиваться очень сложно. Гораздо проще нашим братьям-протестантам. Они пришли в храм свой, молитвенный дом, допустим, баптистский, или к 50-никам человек пришел, он покаялся, он уверовал, его там пастор научил, молись Богу, дорогой друг. И, знаете ли, человек, он просто это все принял. Нам же очень сложно порой это все осознать, принять. Я по себе это знаю, по себе почему? Потому что мне было очень сложно от всего этого отказаться, очень сложно. Я даже порой рекомендую некоторым людям нашим, ну, тем, кто приходит, допустим, в наши храмы, приходит на богослужение порой в первый раз, и подходят и на общение, как бы на беседу такую духовную, или на исповеди говорить, допустим, такие слова, что так вот, батюшка, так вот, владыка. Расскажите, почему вы молитесь только лишь Богу, а мы молимся и святым, и другим. Я каждый раз объясняю из Писания, что, поверьте Богу, сам Иисус Христос сказал следующие слова. Он сказал так, что это написано в Евангелии от Иоанна. Он сказал следующее, что я есть путь, истина и жизнь. И он подчеркивает также Иисус Христос дальше, что ни в ком он у меня спасения. Он подчеркивает, что и никто не приходит к Отцу, как только лишь через Него, через Иисуса Христа. И потому сегодня по-прежнему, как написано было апостолом Павлом, в первом постане к Тимофею, 2 глава, 5 стих, «Ибо един Бог и един посредник между Богом и человеками, человек Христос и Иисус, предавший себя, написано дальше, для искупления всех». Господь Иисус Христос предал себя для искупления всех нас. И потому Ему вся слава, Ему все наши молитвы. Он великий первосвященник, вошедший во святое, во святое святых на небесах, и за нас, предстоящий пред Своим Небесным Отцом, нашим Богом Святым. Друзья мои, братья и сестры, и вот это очень важное дело. Я даже очень часто говорю в последнее время нашим священникам, вот было епархиальное собрание очередное, недавно в Киеве проходило у нас здесь. И, знаете ли, я говорил священникам так же, что, знаете ли, братья, говорю, если нам удастся переубедить, именно удастся сломить эти духовные твердыни, и убедить православных христиан на Руси, ну, в большей массе своей, по крайней мере, молиться только лишь Богу, не молиться Богородице, не молиться святым умершим другим, а молиться только лишь Господу Богу, это уже будет величайший прорыв. Если Иисус Христос, Он вернется в наши храмы, если Он, или же придет в храмы, если Он займет первую позицию, самую главную позицию в церкви, если Он будет действительно не номинальной главой, а реальной главой, то это величайшая победа. Кстати, на праздник Покрова однажды такие стихи я написал. Праздник Божьего Покрова станем брать, отмечать. Покровить или иного, кроме Бога, не сыскать. Он один ведь лишь нас знает, как ложимся и встаем, своим духом утешает, когда вдруг мы устаем. Всемогущ наш Бог Небесный, Он из праха создал нас, любящий Отец чудесный, благодатью нас спас. Никакой святой на свете нас от смерти не спасет. Обратитесь, Божьи дети, к пастырю, что всех пасет. Матерь Господа Иисуса не защитна за Тебе. Нет на свете слаще вкуса, чем спасение в Господе. Бог Покров все простирает лишь на тех, кто в мире свят, отступников карает, грешникам готов уж ад. Обратись, душа родная, в дом Отца, скорее вернись. Бог готов грехи прощая, отворить дорогу ввысь. Праздник Божьего покрова станем брать, отмечать. Покровителей нова, кроме Бога, лучше Бога не сыскать. Слава Богу, друзья мои. Слава Иисусу Христу, нашему Господу, Богу и Спасителю. Конечно, я и в прошлых программах немного касался этих тем, темы освобождения от Многобожия. У меня есть отдельные проповеди об этом в сети, на Ютубе. Можно где-то поискать и найти, посмотреть вам, дорогие друзья, дорогие братья и сестры, отдельные проповеди мои на эту тему. Именно освобождение от Многобожия. Потому что многих этих умерших святых, в частности, Матерь Господа Иисуса Христа, других умерших святых, апостолов, допустим, наделяют божескими свойствами всевидение, всеприсутствие, всезнание такого, знаете ли, и молятся к ним до сих пор. По милости Господней, с того самого 96-го года, когда я вышел по идейным соображениям из Русской Православной Церкви, Московского Патриархата, я не молюсь с тех пор никому, кроме Господа Бога Всемогущего. И лишь имя Иисуса Христа, единственного, но самого надежного и верного первосвященника, ходатая, посредника, я призываю слава Иисусу Христу. Аминь. Слава Богу, друзья мои. И, конечно, в эти вот последние минуты вот этого сегодняшнего вечера, субботнего вечера, я хочу сказать еще пару слов, напомнить вам о других важных, именно идеях реформации Православной Церкви, о темах реформации Православной Церкви, которые были актуальны и вчера, и сегодня, и завтра, они будут очень и очень актуальны также. Это идолопоклонство, антисемитизм, оккультизм, религиозный оккультизм также. И по поводу, кстати, вот этих многих проблем, я упомянул сегодня патриарха Кирилла Лукариса, патриарха Греческой Православной Церкви, Вселенского Патриарха, Кирилла Лукариса, который через то ли после Лютера, в далеком 17-м столетии, поднял знамя Православной Реформации. И, друзья, в своей книге патриарх Кирилл, книга называется «Восточное исповедание христианской веры», патриарх Кирилл Лукарис, он в 17-м веке еще писал о единственном бходатой и посреднике первосвященнике Иисусе Христе. Знаете ли, это было очень смелым заявлением, ведь тогдашняя греческая Православная Церковь, как и сегодняшняя Православная Церковь, просто пронизана идеей многобожия, пронизана культом многих и многих святых. Это так сильно губит нас, это так сильно губит Церковь. И я это очень остро понимаю, потому что, выйдя именно из традиционного православия, как вчерашний традиционный православный священник, я понимаю, насколько вот это лжеучение закрывает собой именно библейское понимание спасения, библейский путь спасения через веру в Иисуса Христа. И я знаю на примере не только своей личной жизни, но на примере многих других православных и служителей, священнослужителей, и прихожан храмов, я знаю, как люди, выходя из этих оков, сбрасывая эти оковы, знаете ли, эту сеть, значит, расторгая, как бы, отвергая эту сеть религиозного культизма, как люди обретают спасение и жизнь вечную во Христе Иисусе. Многие люди, просто отрекаясь от молитв Богородицы и другим умершим святым, начинают видеть всю библейскую картину спасения другими глазами совершенно, евангельскими глазами, библейскими глазами. Слава Богу! И, конечно, очень важно, чтобы не только мы, православные, но и вообще все мы, христиане, были именно евангельскими верующими, библейскими мыслящими христианами. Слава Богу! Это всем нам на пользу пойдет, безусловно. И нашему Господу Иисусу Христу во славу и на радость. Аминь! Слава Богу! Так вот, еще среди этих тем реформации православной церкви вчера, сегодня и завтра, конечно, хочется упомянуть еще несколько таких проблем. Религиозный оккультизм, об этом, наверное, стоит отдельно еще поговорить, да и не раз, я думаю, что и в записи, у меня есть много этих видеоматериалов интересных на эту тему. О религиозном оккультизме я говорил тоже и в записи это есть все. Вы можете это увидеть на ютубе, на нашей странице alive.church.info есть украинская реформаторская православная церковь, есть тоже ссылки именно на эти мои лекции и на проповеди мои, посвященные именно освобождению церкви от религиозного оккультизма и религиозный оккультизм он ну процентов 90, если можно так в процентах каким-то образом выразить это, то есть большая часть, почти вся вот эта глыба религиозного оккультизма она так или иначе упирается в проблему неправильного библейского такого взгляда на жизнь духовную, на загробный мир, это культ мертвых, культ молитвы за упокой, молитвы за умерших и все, что связано с обрядом значит именно мертвых, с культом мертвых и конечно ужасно то, что сегодня в тысячах храмов по всей Руси особенно великим постом священники молятся за упокой, молятся за умерших родственников там на кладбищах совершают эти панихиды субботы этого поста они посвящены именно как раз поминальные субботы и это конечно огромная индустрия это огромный религиозный бизнес и очень многие священники сегодня уже понимают всю пагубность и нехристианского происхождения учения совершенно но сдерживает наверное во-первых мамона Библия говорится об этом очень четко и ясно Библия говорит нам Божье слово что корень всех зов вообще сребролюбие и не только сребролюбие отдельных там священников но сребролюбие всей системы потому как священники отдельные вот на местах священники на на приходах своих в храмах как правило не могут ничего сделать потому что епископат требует вот денег и вообще-то очень многие люди одевают рясы кресты на грудь вешают по ноге занимают должности в церкви чаще всего к сожалению именно по корыстным таким мотивам чего греха то и думаю это многие из вас прекрасно понимают но не беда Господь это все может выправить и вспомним хотя бы одного из величайших сынов чешского народа Яна Гуса который тоже признавался в том что он пришел в церковь именно зарабатывать деньги и устраивать свою жизнь материальную но потом по мере своего служения он пережил покаяние обращение к Богу конечно хорошо лучше конечно когда человек приходит в церковь приходит в служение церкви в церкви именно в служении как священник уже будучи возрожденным человеком но даже если человек не возрожден Бог может возродить спасти Иисус же и говорил помните Никодиму что должно вам быть родиться свыше и мы знаем из 6 главы Деяния апостолов что многие священников покорились вере и сегодня очень многим из нас священников православных нужно просто покориться в вере покориться в вере Божьей и кроме мамоны кроме жадности элементарной и вот этого сребролюбия как написано в Библии любостяжание есть еще проблема это такая инертность это такой знаете грубо говоря пофигизм что ли потому что об этом уже много было сказано и мной и другими служителями знаете великий православный реформатор митрополит Александр Венинский говорил об этом в 20-е годы в Петрограде тогдашним такими словами что вся беда у нас в том говорит что большинство наших священников живет по принципу до нас положено и лежи оно во веки веков и знаете вот на самом деле многие таким образом и рассуждают многие священники говорят порой так даже осознавая уже порой вот именно пагубность вот этой молитвы за упокой что это оккультизм это бесовщина человек все равно порой знаете говорит а как же нам жить вообще с чего нам жить вообще и если я это не буду делать меня просто выкинут из храма система меня раздавит а другие говорят ну хорошо это грех но грех будет пусть не на нас а на тех кто это все придумал мы лишь маленькие винтики в этом механизме в этой системе религиозной мафиозной коррумпированной системе так порой священники говорят между собой знаете некоторые священники признаются мне что с фигой в кармане служат эти литии и значит панихидки целуют мощи скрещивая пальцы и говорят потом бог прости меня но знаете что это все отговорки на самом-то деле пред богом есть страшный суд и лучше сейчас будет стыдно пока давайте покаемся друзья чем потом всю вечность локти кусать слава иисусу христу пусть господь иисус благословит дорогие друзья завершая программу я хочу сказать еще благословение вам дорогие друзья я хочу спеть это благословение сейчас на вас благословение на языке Библии на иврите и благословение на русском языке спою это 6 главы книги Деяния книга книга чисел 4 книга Моисеева книга числа где сам Бог дал благословение для своего народа и я благословляю вас стихами благословения из Библии да благословит тебя Господь и сохранит тебя да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир бешем иешуа гамашиах во имя Иисуса Христа аминь будьте благословенны и счастливы друзья во имя Господа Иисуса Христа аминь аминь слава